МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Михаил, Евгений, когда состоится старт третьего сезона? Когда он запланирован? Старт нашего проекта запланирован на 2 июня. Ждем всех желающих и любителей спорта на площадке ЮКИОР, там, где обычно проходили наши предыдущие два сезона. Я сейчас почему говорю фрейтрейнхэймы с такой легкостью, что сейчас люди спрашивают, а куда Вячеслав нас зовет? Я был на закрытии сезона, наблюдал, но никак не смог попасть. В двух словах, что происходит? Что это за проект такой? Если в двух словах разобраться, фрейтрейнг – это бесплатная тренировка с приглашенными тренерами со всего города, то есть инструктора, которые в разных направлениях проводят свои тренировки. Скажем, люди могут прийти и попробовать вообще для всех желающих. Любых возрастов. От возрастов тоже у нас нет ограничений. Приходят, занимаются в классной атмосфере, классной обстановке. Это просто заряжает атмосфера именно. Жень, скажи, тебе занятия спортом на службе помогли? Конечно. Заметно. Вопрос дополнительный просто. Правда, что ты 7-го числа этого года, в мае, участвовал в инаугурации? Да, правда. То есть и Владимира Владимировича видел? Конечно. Своими глазами. Да, проходили маршем обязательно. Итак, возвращаемся к нашей теме. Фритрейнинг ХМ. Миш, а как вы формируете тренерский состав? В этом году мы создали специальные анкеты для наших инструкторов, которые могут заполнить и прислать нам на почту. То есть вы по-прежнему еще набираете, да, тренера? Да, конечно. Они тоже знают, что они за это денег не получат? Ну, конечно, денег за это не получат. За то сколько удовольствия. Общественная работа, да, ты общаешься с людьми, заряжаешь их позитивной энергией. Это дорогого стоит. Сколько счастья на этих лицах. Сколько счастья на женских лицах. Ребята, а молодые люди, да, вообще посещают ваш тренировки? Это Марина Садзима, конечно. Не, молодые люди, конечно, приходят к нам на тренировки, но большая составляющая нашего проекта – это женское население нашего города. Ну, теперь понятно, почему, значит, вы там объединились, а почему-то кем мы придумали. Так, будут ли среди тренеров в этом сезоне, Жень, звезды какие-то спорта запланированы? И звезды, да, запланированы. На данный момент мы с ними связываемся, налаживаем контакты. Сейчас на данный момент прям говорить конкретно, кто когда еще не будет. То есть по расписанию тоже пока экран говорит? Да, это все по расписанию сейчас систематизируется, и обязательно, допустим, сначала у нас будут просто инструктора, которые в городе, да, каждый работают в своем направлении, но раз в неделю, раз в месяц, раз в две недели, то есть как будет получаться у людей, мы будем уже приглашать непосредственно именитых каких-то спортсменов, вот такого уровня. Как они вообще откликаются? Ну, я знаю, что Руслан Проводников приходил, ну, Миша сам является спортсменом с мировым именем. Я поправлю, Руслана у нас еще, к сожалению, в гостях не было. Серьезно? Он, да, он давал... Значит, это я и сновидящий, я, кстати, и сновидящий, я уверен, если я его даже попрошу, ваш проект поддержит. Мы позвоним, Руслан, мы уже договаривались в том сезоне, чтобы он пришел, у него не получилось. Ничего в этом году получится, вот поверьте мне, я не сглазливый. А как часто вот проходят тренировки, по какому графику? В том сезоне у нас тренировки проходили 4 дня в неделю, это вторник, четверг, суббота и воскресенье. В этом сезоне мы собираемся увеличить количество тренировочных дней. А направления какие? Пока сказать не можем вам, вот именно какие дни, но будет больше. Но это в зависимости от занятий тренеров в том числе. Какие направления вы выбираете и приглашаете тренеров к участию? Мы выбираем все направления, которые есть у нас в городе и которые готовы с нами сотрудничать. Это такие направления, как... Ну, которые, смотрите, не требуют дополнительного снаряжения. Да, это в основном направление работы со своим собственным весом. Это тот-то вводишок, зумба-стронг, функциональный тренинг. В принципе, где не нужен дорогостоящий инвентарь. Все пользуются спросом или есть какие-то определенные направления, на которые... На какие-то чаще больше народу приходят, на какие-то меньше. Ну, отличия незначительные, но есть направления, которые наши жительницы города любят больше всего. Это зумбу и... Почему-то так и подумал. И вот этот вводишок, да. Жень, ты не забыл, что нужно взять с собой на тренировку? На тренировку? Желательно иметь при себе. На тренировку, по крайней мере, к нам нужно, главное, взять спортивную форму, удобную обувь и позитивное, очень спортивное настроение. Полотенце, водичка, я думаю, тоже не помешает. Полотенце, водичку вообще мы сами организовываем. Серьезно? Все больше и плюсов. Можно сказать, что эти программы подходят всем без исключения? Или все-таки лучше зайти и к терапевту и посоветоваться? Ну, если у вас нет... И бывали ли случаи, что где-то люди говорят, ребята, стоп, 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 стоп. Нужно подготовиться. Слава богу, таких у нас случаев не бывало. Но если у тебя нет противопоказаний доктора к занятиям физической культуры... То есть все-таки лучше с консультацией, да? Ну, обычно все равно все проходят такие... Медосмотры. Да, медосмотры на работу, говорят по нагрузкам им. Хорошо, кто поддерживает вашу общественную инициативу? Нашу общественную инициативу поддерживает Олимпийский совет Югры в лице Эдуарда Владимировича Исакова. Кстати, мы вместе с ним закрывали второй сезон. Да, он у нас на закрытии. И политическая партия «Единая Россия» в лице Александра Валерьевича Вавренова. Ну что ж, я знаю этих, это хорошие люди, товарищи. Так что все, все 2 июня мы приглашаем всех... Миша меня пригласил на открытие третьего сезона тренировок, бесплатных тренировок в фри-трейдинге в городе Ханты-Мансийске. Площадка не изменилась, это возле школы Олимпийского резерва, да? Да, на площадке и Киора. Ребят, большое спасибо, успехов. Евгений, реабилитационный процесс уже идет. Да, уже втягиваешься. В суровых арбийских бунде, да, втягиваешься в штатскую жизнь. Ну что ж, ребят, хорошего дня и отличного настроения. Спасибо. Спасибо большое.